В преддверии лета в Омске начались кражи велосипедов. Воры угоняют байки прямо с парковок и с подъездов. Велосипедные замки помогают не всегда. Полицейские предупреждают, не стоит недооценивать находчивость преступников. Некоторые из них могут украсть десятки велосипедов за один сезон. Елизавета Василевич подробнее. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как два человека заходят в дом. Чуть позже они выносят два велосипеда. Их хозяева оставили свои транспортные средства в подъезде. Сейчас злоумышленников ищут полицейские. А этот мужчина решил украсть велосипед, который находился в тамбуре на первом этаже. Хозяин оставил его вечером на привычном месте, а утром обнаружил пропажу. Вором оказался уже судимый Амич, который отбывал наказание за кражу в этом же доме. С открытием сезона воровать велосипеды в Омске начинают чаще. Опытные любители прокатиться с ветерком знают. Если и оставлять велосипед, то ненадолго на видном месте, где вор не решится на преступление. Я стараюсь вообще в каких-то таких подозрительных местах его не оставлять больше на людях. Ну, замок спасает пока как бы. Ничего, я так дома стараюсь хранить. Только за два последних месяца в Омске произошло более 50 краж велосипедов. Раскрыто только 15 преступлений. Стражи порядка говорят, а МИЧи сами провоцируют потенциальных грабителей. Как правило, по анализу показывают, что кражи велосипедов происходят в вечернее, в ночное время. Основная масса – это из подъездов жилых домов, где жители, закрепив свой велосипед тросиком, каким-то запирающим устройством, в какой-то трубе, к парапету и так далее, надеются, что он останется защищенным от хищения. Велосипедистам, говорят полицейские, желательно носить с собой паспорт транспортного средства. Задерживать каждого, у кого нет документов на велосипед, конечно, не будут. Если возникнет подозрения, человека могут отправить в участок. Там он будет находиться до выяснения обстоятельств. Впрочем, проблема кражи велосипедов остро стоит не только в России, но и в Европе, говорят путешественники Симон и Самуэль. Они приехали в Омск из Бреста. Часто кражи происходят в крупных городах Франции, вроде Парижа или Марселя. Мы используем вот такие замки. В нашем городе этого достаточно. Но в больших городах, конечно, нужна крепкая цепь, что-то прочное. Полиции очень сложно что-то сделать, если велосипед украли. Потому что существует огромное количество сайтов, где их сразу же быстро продают. Поэтому, если велосипед украли, есть небольшое количество времени, чтобы попытаться его найти. Велосипед могут продать в другой город. Вы можете зайти в интернет и попытаться найти его там. В большинстве случаев воры за пару минут перекусывают дешевые тросы. Так, например, вот этот можно легко разрезать при помощи обычных ножниц по металлу. Поэтому лучше покупать цепи или замки. Их таким инструментом не взять. Потребуются гидравлические ножницы. Однако их с собой злоумышленники, как правило, не носят. Если ваш велосипед редкой марки, необычного цвета или имеет отличительные особенности, вроде царапин, о которых знаете только вы, в случае кражи найти его при наличии фотографии, возможно, будет проще. В полиции говорят, лучше всего не оставлять транспорт на улице без присмотра. И помнить, что даже самый надежный замок не гарантия безопасности. Елизавета Васильевич, Алексей Попов. Новости здесь, Омск. Продолжение следует...